Господи, огромная катушка, просто гигантская. Катушка для Гулливера какая-то. Вот сейчас карпятники смотрят из-за эту программу, они просто смеются, думают, господи, какой ты дилетант, пацан. Катушка для Гулливера. Поздние из которых относятся к 19 веку. И свое знакомство с Бухарой мы начинаем в районе озера Ляби Хаус. Меня зовут Саша Волокитин, это Планета Рыбака на телеканале Диалоги о рыбалке. Мы в Узбекистане. Все-таки здорово, когда ты приезжаешь в незнакомый город, а у тебя здесь уже есть экскурсовод. Причем не какой-то человек, который будет заваливать тебя ненужными датами, которые ты все равно не запомнишь. А наш старинный друг диалогов Уйбек. Уйбек, привет, я очень рад тебя видеть. Слезен, Саша. Слушай, я должен увидеть этот город таким, которым ты его знаешь. А ты живешь здесь с самого детства. Я с удовольствием тебе покажу этот город. Всегда с отримечательностей. А сегодня начнем давай со Срединного Фанды. Так, слушай, это, я так понимаю, Хаджа на Средин и у осла, у этого осла, натерты уши до блеска. Сколько бы я не видел памятников, у которых натерто что-то до блеска, это туристы почему-то, это труд. У них есть какие-то суеверия, поверь, здесь что? Доброе счастье. Вот лоб тоже натерает, и натерает уши. Можно желание загадывать, да? Да, можно. Так, значит, погладим... Когда желание, кто-то обратно вернулся сюда. Погладим осла немножечко здесь, потрем ослу уши. Все, счастьем мы наполнились, и идем осматривать бухару. В горячей пустыне не видно следа, скажи же, Уйбек мне, когда же вода? А когда вода? Вода прямо сейчас у нас, вот, по левую руку от меня, это то самое озеро, о котором я рассказывал в самом начале. Да. Саш, это очень старое озеро, это вообще был водохранилище, а вода поступала в шахруду, вот здесь есть шахруда, вот недалеко, я тебе сейчас покажу его. Вода поступала в шахруду, заполнялось это озеро, как остойник. Весь город, ближайшие вот эти жители отсюда питались водой. Братан, расскажи, что ты здесь ловишь вообще, в этом старинном пруду? Да, здесь вообще-то глубина 5 метров. 5 метров? Да, вот один из лестниц и полтора метра, как бассейн, вот так он напрямую идет, глубина. Здесь вот водится лещ, сазан, карп, судак, том и в области ледки, вот так. Вся рыба есть здесь. Расскажи, на что ты ловишь здесь, и мы пойдем дальше. Нет, сейчас в основном на хлеб ловлю. На хлеб? На хлеб, да. Здесь ничего такого. А самый лучший хлеб, где, говорят, в Самарканде, значит, надо ловить на самаркандский хлеб. Самаркандский хлеб рулетом так не поставишь. Ты на лаваш, что ли, ловишь? Нет, хлеб, обычная лепешка, у нас только можно рулетиком поставить, да, его красиво. Рулетиком ставишь? Да. В общем, ничего хитрого, обычная донка, заряженная на хлеб. Хочешь посмотреть? Хочу посмотреть, давай. Пошевелю просто и вниз. А можно я пошевелю? Можно. Так, ну-ка. Все видят, а ты не видишь. Все видят, а я не вижу. Как леска двигается. Вот смотри, леска не надо двигать. Ты смотри вон туда, на середину смотри. Вижу, вижу. Вот теперь видишь. Вот теперь он сейчас, я другой тебе поставлю. Поставь другой. В общем. А все, съели у тебя хлеб-то, посмотри. Я тряхнул, и он вон остался на хлеб. Да это поклевка была, ты не обманывай сам себя. Нет, нет, поклевки не было. Если поклевка была бы, ты первым в рыбу увидишь. Насаживай давай, покажи, как ты делаешь рулетики свои, мы пойдем дальше. Лепешка. Это нижняя часть лепешки. Вот, например, берем вот так. У меня этот крючок якорем стоит. Я думаю, другой тебе дам хлеб. Может самцы хочешь, аладь, самцы. Нет, давай, давай. Самая вкусная рыбацкая лепешка. Ну, крючки маленькие сейчас, а вообще-то на амура на амура. Это у него маленькие крючки. Вот такой здоровенный карповый крючок у человека стоит. Пока мы не закинули, рыба у нас ловиться не будет. Нет, нет, пока рыба не играет, видишь, на плаву не играет. Так что сейчас... А, и давай верить будем в рыбацкую удачу, да? Ну, ну. Не, я знаю, когда вот косяк выходит, можно бросать и сразу ловить. Быстро ловить можно. Вот тебе хлеб. Просто без огрузки у него хлеб летит на середину пруда. Удачи тебе рыбалке, передаем приветы, мы двигаемся дальше. Надо, знаешь, только посмотреть еще надо сегодня? Здорово из Бухары и счастливого вам, честь. От Макса. Да. Да? Можно сказать. Макс, удачная рыбалка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как здорово из вас? Да ничего, у вас как. Отлично. А можно я к вам зайду туда? Пожалуйста, присаживайте. И табуретка подготовлена как будто специально для меня. Это вы, я так понимаю, занимаетесь резьбой по дереву, да? Да. Давайте у меня инструмент. Нам нужно пробовать. Вот это инструмент. Вот это? Да. Вы бьете вот так. Вы бьете вот так по линии. Вот видите? Нет, вашу я не буду заготовку портить. Я хотел какой-нибудь... Эскиз дать. Да, какой-нибудь эскиз. Я там сделаю вручную портрет, например, своего друга из Рязани. С этим инструментом я никогда в жизни не сталкивался, хочу сказать. Вы останьтесь где-то на два месяца, и я вам кое-что научу. В это время одну линию будете бить. Сдайте билеты, пожалуйста, мои. Я остаюсь здесь, буду бить два месяца вот здесь. Так, что делаем? Все, вы можете уходить. Мы все. В следующий раз, когда будет время у вас... А у меня сейчас его вот время. Да, оставьте. Останете, я все досконалю. Сначала я вам объясню, как надо рисовать, как надо обвести. Все точно-точно размер подошло, а потом надо начинать. Ну все, договорились, тогда встретимся через пару месяцев, да? Обязательно. У нас как раз будет зима, скучно, я приеду к вам, скажу. Вот помните, а? Помните Сибирь? Сибирь. Вот, спасибо вам большое. У вас замечательное ремесло. Спасибо. Вы настоящий мастер. Спасибо. Спасибо. Просто хлопок. Слушай, на самом деле, организовать тусовку в Узбекистане вообще никакого труда у меня не вызвало. Просто вписка нереальная. Ребят, слушай, ну, буквально пять минут, два раза я крикнул, кто умеет. Просто собрали вокруг себя невероятное количество народа и организовали небольшой квартирник. Спасибо вам большое. Спасибо узбекскому народу. Мы из России. Практически, но еще лучше, конечно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Это там все, спасибо. Невероятно. Субтитры создавал DimaTorzok Я слышал, вы рыбак. Ну, я рыбалага. Мне скажите честно, какой вообще килограмм самый большой поймали? Самый большой мой трофей был, наверное, сама я ловил в Таиланде. Восемь килограмм у меня был, ну, так, ну, два-три килограмма всегда у меня на рыбалке есть практически. В удочках, да? В спиннинге. Я больше спиннингист, я люблю активную рыбалку, блесна. Все такие. Вот это от меня подарок вам. Это рыбаложный, вообще нож. О, спасибо. Вот зубчики, которые деланы. Это чистит рыбу. Да, чистит руби. Это, ну, разделит. Ручка из тутовника, старое дерево это. Тутовник? Это тутовое дерево. Да. Это вот так, раскладной. Раскладной нож. О, здорово. Так, ну-ка, держите. Смотрите, там... Когда вы будете еще на рыбалку сходить, съездить или что, одну рыбу, если поймаете, вот с этим попробуйте, как говорится. Обязательно попробуем. Первый очень попробуем. Тут еще и гравировка сделана. Да, там вообще имя написал. На память Саше из Бухары. Смотрите. Смотрите и завидуйте. Если вы думали, что команда диалогов будет неделю сидеть в Бухаре, ходить по рынкам, трогать платья, мерить тюбетейки, вы глубоко ошибались. Сейчас уже мы находимся в пустыне и двигаемся в сторону озера Девхана, что в переводе означает «озеро дьявола». А везет нас в пустыню, кто вы спросите, а везет нас Уйбек, наш старинный знакомый, с которым мы гуляли по Бухаре вчера весь день. Уйбек, сколько нам еще пилить-то по такой дороге, дряной довольно-таки? Ну, Саш, где-то 100 километров, по-моему, еще, по пустыне. А что за водоем слева? Это Амубухарский канал. Амубухарский канал? Да, одна ветка Амударей. О, это, кстати, еще одна великая, великая узбекская река Амударей. Асадарью вам уже показывали, это Амударья. И здесь тоже, я так понимаю, рыбы-то полно-полно. Да, полно-полно. Эй, братва, разгружай машину. На рыбалку приехали. Планета рыбака, диалоги рыбалки. Саша Валакитин, Уйбек. Эй. Оставайтесь с нами. Это Узбекистан, все будет клево. Что, Саш, будем разгружаться? Угу, давай. Оденешь свою волшебную? Так, я ее надену, знаешь, как символ того, что я нахожусь в Узбекистане. Надену, покажу, что она у меня есть. Уберу обратно, надену кепку, капюшон, потому что сегодня немножко прохладновато. Я буду закутанный. Согласен. Да. Будем носить частями, давай. Да. У нас сегодня кухня передвижная еще с собой, да, здесь? Да. Раскладушка? Да. Это раскладушка? Зачем мы привезли раскладушку? Да. Надо было сказать еще в Бухаре, что у нас есть раскладушка. Я бы сказал тебе, уйбек, зачем раскладушка? Давай оставим ее дома. Как говорил герой одного фильма советского «Зимняя вишня». Раскладушка, раскладушечка, друг мой с детства дорогой. Вот так. Господи, первый раз я на рыбалку приехал с раскладушкой. И уйбек меня удивляет. Есть ощущение того, что вода в этом озере должна быть соленая, судя по тому, что весь берег в солончаке, но вроде бы это не так. Но моя попытка попробовать на вкус воду успехом не увенчалась, потому что я в кроссовках, а бережок... Видите, да, какой? Довольно топкая местность. Поэтому я к рыбалке не подготовлен. Хорошо было бы, если бы вместо раскладушки у уйбека оказались какие-нибудь сапоги. Так как сегодня мы с тобой ловим судака, ты говоришь, да? В Узбекистане как вы его ловите вообще? Я ловлю судака дома на джиговую приманку. Никогда не ловлю его на донку. Саш, мы года три сюда приезжаем на рыбалку, вот джигом у нас не получается. Мы сколько раз пробовали, и лодки у нас, в принципе, не моторные, не такие, обычно на донке лодки. Наплывали метров пятьдесят, пробовали, пробовали, у него ничего не получалось. А вот на донке у нас хорошо идет. И то на донку надо бросать так, ну, больше ста метров. То есть, дальний заброс, он должен быть дальний. Да, поэтому я уже вынужден был все снасти свои поменять на карповые. Ты используешь шнур или монолеска? Нет, монолеска. 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 А в конце этот, как и ушок лидер. Сильный ветер, бури, не знаю, встречные какие-то потоки воздушные, не позволяют обычную снасть судаковую забросить далеко. Поэтому все переделано под карпфишинг, где используется этот самый ротпот, да? Потому что когда мы рыбачили обычными удилищами, максимум мы кидали пятьдесят метров. Там, куда ты забрасываешь, да, ямы твоей судачи, там глубина какая? Судак у вас ходит, где? Так, здесь я не измерял, но примерно, могу сказать, двадцать пять-тридцать метров. С тридцати метров клюет рыба. Да. Ну, дальность должна быть дальше, больше ста метров. Я лично кидаю сто восемьдесят, двести иногда бывают. У нас на Алтае, даже если это донная ловля судака, это малек, обыкновенный, абсолютно самый банальный крокодил и русло нашей любимой реки Опи, да? Закинул, сидишь ночью, ждешь, когда сигнализатор сработает, достаешь или не достаешь рыбу, соответственно. Здесь все немного посложнее. Карповые катушки, карповое удилище. Мы такими делами не занимаемся. Дорогая, получается, рыбалка судача, слушай. Да, довольно-таки. Сколько здесь у тебя? Так, основная леска здесь. Так, двести пятьдесят метров леска. Двести пятьдесят метров на катушке? Да, ноль четыре. Основная ноль четыре. Да, и плетенка. И плетенка. Двадцать восемь минут, кажется. Угу. Если я не ошибаюсь. В общем, получается так, что большая катушка, серьезное удилище нам требуется здесь, на судака, только для того, чтобы совершить дальний заброс, да? Да, дальний заброс, да. Что касается монтажа, там все то же самое, что на моей банальной судачьей рыбалке у меня дома, где можно забросить на тридцать метров и поймать рыбу. Вот именно. Чисто как дом на оснастке, как делается этот монтаж, мы так же будем делать. Я тебе сейчас покажу попозже. Просто у нас, Саш, выхода не было. Надо было что-то придумать, чтобы достать этого судака. Я вот когда с тобой познакомился, понял, что я рыбачу совсем дедовскими способами, понимаешь? Ну, я дилетант в такой рыбалке. В такой конкретно дилетант. Так, что дальше-то? Подожди, куда-то что-то подключается здесь. Сейчас будем монтажировать джек этот куда? Вниз? Да, это должно быть так, это вот так. Здесь есть место. Все. Оцени грузило. Подожди, это не грузило. Я когда их впервые увидел, как ты принес мне, я показалось, что это эхо войны. Такие снаряды небольшие. Слушай, какой груз? Это приблизительно грамм? 100 грамм. 100 грамм? 100 грамм. На вес 40 грамм? Нет, это 100 грамм. Как 40-граммовая джига весит. И самое главное, я их сам заливаю. Отсюда, я так понимаю, будут по лодочке с крючками. Да? Можем и два поставить, можем и один. Но лучше один. Когда судак выпадает, чтобы второй из потом не зацепился. Ты двойники ставишь или одинарные крючки? Одинарные, обычно. Обычно, когда ловим судака, почему-то принято у нас двойник. Двойник. Нет, я один ставлю. Но нормально, удачно, никогда судак не убегал пока. Так, теперь расскажи, на что мы будем ловить сегодня судака. Ну, я обычно беру саданчик или плотичку, режу филейную часть, на сантиметров 5, наверное, такие полосочки. И его одеваешь на крючок, я тебе его покажу сейчас. Нарезка, да? Это называется нарезка. Замонтажируем, и начнем ловить саданчиков и плотичку. Куда я их делал? А, вот же, вот. Классические бубенцы, по-алтайски яйца. Ждем плотву. Ждем плотву в нарезочку. Причем, кстати, знаете, я удивился, спросил, почему нет никакой кормушки. Обычно же, когда ты рыбачишь, да, то есть на белую рыбу какую-то, даже если это подобие фидера, ты замешиваешь какую-то подкормку или хотя бы варишь кашу, там, я не знаю, смешиваешь ее, нет, говорят, рыба здесь не реагирует белая, ни на какую прикормку, вот червяк, все, больше ничего не надо. Посмотрим, насколько это правда. Поклевка? Да. В ночи уже, в ночи, в ночи поклевочка. Мирная жительница местной воды, плотва Ее Величества. Ну, я не знаю, я аплодисментами ее поприветствую, потому что она первая сегодня, да. С почином, с почином. Братан, за это надо выпить чаю. Погреться немножко. Да. Вот из этой воблы мы будем делать сейчас нарезку, на которую будем, собственно, ловить судака ночью. Я замерз, бег шмыгает носом, но это нас не останавливает, уже ночь наступила, и мы, наконец-то, добыли рыбу, из которой сделаем нарезку на судака. Рассказываю, как это делать будем. Мы будем идти до конца ставить. Да, сегодня нам нужен судак, просто понимаешь. Саш, берем крючки. Если не ошибаюсь, номер 14 цене. Слушай, я можно буду руки в карману держать, у тебя хотя перчатки есть. Я хочу тебе показать. Пустыня. Как это у нас саживается? Держи крючок. А нельзя, все-таки, да, мне руки в карману держать. Берешь, сажаю. Нам нужно 4 поводка. У нас есть все-таки что-то. Ну, я имею в виду, что у нас 4 удилища, напоминаю нашим телезрителям. Вдруг кто-то только что к нам присоединился. Ой, погодка сегодня не подарок. Погодка не подарок. Но все-таки экстрим же, да, в этом какой-то присутствует. Пойдем сейчас костер пожжем, что ли, хоть немножко. Саша, пожжем у костра. Это вот последний четвертый. Я не знаю, слышно это или нет вам, но здесь так дует сегодня, что пробирает до костей вообще. Ветер, холодный пустынный ветер, да, узбекский. Часто бывает так холодно в этом, Саш, подержишь? В это время здесь нет вообще? Ну, ты знаешь, в этом году что-то... Часто ровно поднимается. Просто волна поднимается. Обычно в прошлом году мы в ноябре рыбачили и купались здесь. В ноябре купались еще? Сегодня мы купаемся в халатах и в куртках. По три штуки на мне вот надеты. Ты что, Саш, давай первый раз. Попробуешь? Нет, давай, ты мастер, делай ночь. Я боюсь все поперепутать, оторвать здесь. Ну, какой дальности заброс приблизительно? Ну, по 200 уже вот штуля. Да? Слушай, если будет поклевка... Мы надеваем сейчас свиньи. И все и включаем, да? Все, закидываем крайние две удочки и идем греться к костру. Там уже Саксаул во все горит. И узбеки травят интересные рыбацкие байки. Мои узбекские друзья подогнали мне халат. Видели, что я замерз? Говорят, на тебе халат. Как он правильно называется? Чапан. Такой на ватной стежке. На самом деле, очень удобная вещь. Можно запахнуться еще и сидеть на нем можно. Я чувствую себя, знаешь, кочевником таким. А не удобно. Очень удобно. И тепло. Только прилег, немножечко вроде вздремнуть в машину. Проспал три часа. Слушай, сигнализаторы. Видимо, Эбек что-то взял. Все. Взял, да? Взял, взял. Ой, Эбек, я все проспал. Это первый судач. Я все проспал. Слушай, вот он. Ну, подержи. Хоть подержать. Судак классической. Килограмма полтора-два, наверное, да? Самое главное на карповое удилище. На карповое удилище. На нарезку. Я спросон, я еще ничего не понимаю. Но понимаю, что это победа. Все. Считаю, что рыбалка удалась. Ну что, мы заканчиваем рыбалку на Девхоне. Я считаю, удачную рыбалку. До Бухары нам добираться около трех часов. И планируем еще немного погулять по городу, пока есть немного времени до самолета. Девчонки. 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 Уважаемые жители Бухары. У вас здесь очень клево.